Дивиденды. Радость инвестора. Кто и сколько получит за свои акции в казахстанских компаниях? Авто отечественного производства. Ликбез. Как купить по льготному кредиту? Крупнейшие отечественные компании, которые листингуются на казахстанской фондовой бирже, готовы выплатить дивиденды своим акционерам по итогам прошлого 2014 года. Об этом пишет финансовое агентство «Личный счет». Так, например, размер дивиденда компании «Разведка добычи Казмоногаз» составит около 440 тенге на одну простую привилегированную акцию. Эта цифра еще не одобрена на годовом собрании акционеров, но если ориентироваться на этот показатель, то общая сумма выплаты составит 30 миллиардов тенге. Дивиденды Народного банка Казахстана выросли за прошлый год больше, чем на 3 тенге. По итогам 2013 года инвесторам платили по 1,7 тенге за бумагу, в этом по 3,14 тенге. Общий объем выплат таким образом оказался на уровне 30% от чистой прибыли, или 35 миллиардов тенге. Оператор национальных сетей электричества компания «Кигок» может оплатить своим инвесторам порядка 33,13 тенге за бумагу. Тогда в общем сумма выплат дивидендов составит 8,6 миллиардов тенге. А это почти весь доход компании – 99,97 от чистой прибыли. У первопроходцев программы Народное IPO компании «Кастрансойл» новости хорошие. По итогам прошлого года акции выросли со 109 тенге за бумагу до 120,71 тенге. Автомобили для всех. В апреле этого года в Казахстане стартовала программа льготного автокредитования для населения. Таким образом, власти страны намерены стимулировать отечественный автопром и спрос казахстанцев на автомобили, произведенные внутри страны. Автомобиль мечты за приемлемые деньги. Такова цель программы льготного кредитования на авто казахстанской сборке. Совсем недавно стартовавший новый проект, разработанный по инициативе президента, призван не только помочь казахстанцам стать обладателями новеньких авто, но и поддержать отечественный автопром. Ну что, казахстанцы купили несколько десятков тысяч дешевых автомобилей, они обогатились? Но они не понимают другое, казахстанцы в данном случае. Да, они купили, это сейчас хорошо. Но они посадят наши предприятия автомобильные, пищевые, а там же они работают, эти казахстанцы. Заработки получают там, если эти заводы остановятся, у них тех заработков, которые сегодня были, не будет. За что они будут покупать даже те дешевые продукты? Вот в чем вторая сторона. Уже сегодня программа льготного кредитования началась. Банки, которым из средств национального фонда в рамках госпрограммы «Нурл и Жол» в общем выделили 20 миллиардов тенге, принимают заявки от клиентов. На сегодняшний день только по нашему филиалу получено заявок свыше 1200. Все эти заявки на сегодняшний день обрабатываются, проверяются. После всей этой заявки направляется в банк развития Казахстана. Ни для кого не секрет, что эта сумма, выделенная для Сбербанка в Казахстане, составляет 2 миллиарда тенге. Мы уже активно приняли очень много заявок. Данные заявки сейчас находятся на рассмотрении. С начала действия данной программы нами было получено около 2000 заявок. Из них 1200 были одобрены, согласно условиям и договоренностями с банком развития. 1200 были одобрены и сейчас ждут дальнейшего одобрения. Кредитование проходит в два этапа. Для начала заявка клиента вместе с его соответствием условиям программы льготного кредитования проверяется в банке второго уровня. После одобрения такую же процедуру заявка клиента проходит у оператора в банке развития Казахстана. К слову, условия для участия достаточно просты. Определенный круг заемщиков, которые должны соответствовать этому параметрам. Это отсутствие каких-либо просроченных платежей по кредитам, налоговых платежей. Стоит отметить, что по прогнозам представителей Ассоциации казахстанского автобизнеса, выделенных денег хватит примерно на 6,5 тысяч автомобилей, которые найдут своих хозяев за 2-3 месяца. Кроме того, глава Ассоциации Андрей Лаврентьев также уточнил, что программа вполне может быть револьверной. То есть по возврату средств от заемщиков первой волны, следующие клиенты также смогут воспользоваться льготными условиями для покупки казахстанских авто. И на этом у меня все. Мы продолжим следить за новостями корпоративного сектора. Оставайтесь 24КЗ.